Все, давайте к сегодняшней теме перейдем. Все, всем здравствуйте. Сегодня у нас очень важная тема. Она у нас называется «Эффективное планирование плана работы и услуг на год. Утверждение плана работы и услуг на общем собрании». Капка «Председатели», да, здесь приложение, если 23, да, приложение 23.1. Я вам целиком, как лекция и идет, я вам ее скину, чтобы вы ее слушали, то есть уже дома прочитали, если что, будет время свободное, вот. Ну и давайте. То есть в части 1 статьи 45 жилищного кодекса сказано, да, что собственники помещения в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание собственного помещения в многоквартирном доме. То есть это не право, а обязанность, да. То есть из смысла пункта 17 правил 491, это правило содержания общего имущества, мы понимаем, для чего собственники помещения обязаны ежегодно проводить годовое собрание. Для того, чтобы утвердить на общем собрании перейдем работу услуг, оказание их выполнения, то есть условия их оказания выполнения, а также размер финансирования. То есть, проще говоря, должны собственники утвердить годовой план работы и услуг на год. Из смысла пункта 18 правил, мы понимаем, что именно решением общего собрания мы составляем и утверждаем план текущего ремонта общего имущества на год. Никаких заявлений с подписами собственников помещения о ремонте быть не должно. Если даже все собственники помещения, как я говорю, напишут заявление в управляющую организацию, допустим, ко мне часто обращаются жители, говорят, Алексей, мы написали, мы писали, что нам там что-то нужно отремонтировать, что нам детскую площадку нужно сделать, парковку, ну что-то нужно сделать, какой-то текущий ремонт. Мы писали-писали, а результата нет. Я всем говорю, даже если вы подадите в суд, что управляющая организация не выполняет ваше заявление, обращение, она выиграет, она может выкинуть ваше заявление в суде, потому что в законе четко сказано, текущий ремонт осуществляется либо по решению общего собрания солдатского помещения многоквартирного дома, либо в установленных жилищным кодексом случае, да, по решению совета дома, да, если совет дома наделен соответствующими полномочиями. Мы это полномочия, первое организационное собрание, мы его включили сразу, совет дома как бы наделили, то есть никаких заявлений, ничего, да, то есть порядок и правил проведения собрания тоже, это все есть. И сегодня мы разберем, как правильно планировать план работы и услуг, да. ТСЖ, правление ТСЖ, да, если тут совет, то ТСЖ, правление, да? Ну да, у вас правление. У вас орган управления домом, глядите, на первом месте всегда высший орган управления домом, любое, просто дом, просто ТСЖ, ЖСК, это общее собрание, вот, членов. На втором месте это совет дома либо правления, да, то есть ТСЖ, ЖСК. На третьем месте член правления, да, там, председатель, там, председатель. Вы собрали сделать дверь и вмешали с ограблением. Дело нет. Текущий ремонт, а у вас, если ТСЖ, вам нужно по уставу глядеть, как у вас, кто текущий ремонт. Ну, как показывает судебная практика, я вам лучше говорю. Знаете, иногда ставят в приоритет, будет у вас какой-то враг, знаете, ну, к примеру, вы проведете общее собрание членов ТСЖ и будете говорить, ну, как же у нас ТСЖ, а кто-то проведет общее собрание собственников помещения многоквартирного дома. Их тоже, к примеру, наберет к воруму, вы вот набрали, то в приоритетном порядке примут решение собственников помещения, потому что каждый член ТСЖ является собственником помещения, но не каждый собственник помещения является членом ТСЖ. То есть нарушать права то есть лучше... А если, например, он не проводит, но он недоволен и идет в суд. Но у нас например... Решение собрания, все, если он имеет право обжаловать, если он не согласен... Если по уставу у вас правление принимает решение о текущем ремонте, если он с этим не согласен, пускай проводит свое собрание, которое сильнее. Пускай проводит собрание, если он перебить протокол правления, может протокол общего собрания в совском помещении многоквартирного дома. Вот так вот, я вам скажу. Но пускай он знает, как правильно подготовить, провести, оформить итоги голосования протоколом. Он это знает? Нет. Все. Ладно, давайте дальше. То есть понятно, да, текущий ремонт осуществляется либо по решению общего собрания, либо в некоторых случаях по решению правления. Как я говорил, порядок проведения собрания он также четко и законно предусмотрен. Теперь перейдем в составление плана работы. Любой ремонт по правилам в соответствии с действующим законодательством начинается с чего? С осмотра. Помним, да, любой ремонт, запомните, с осмотра. В соответствии с пунктом 21 постановления Костроя, то есть целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению. Как мы уже с вами знаем, законодательством определено, что именно собственные помещения первые, кто имеет право принимать участие в осмотрах в составлении соответствующего акта. И при этом именно собственные помещения первые, кто принимает решение, что осматривание общее имущество пришло в негодность и подлежит ремонту либо замене. То есть собственников есть это право. Но еще это право есть у управляющей организации. Она вам имеет право, то есть вообще и у нее есть такое право, если вы сами не реализовали свои права, не стали составлять план работы услуг, то у управляющей организации есть право вам предоставить свой план работ, перечень. И все-таки так как у нас управляющая организация лицензированная в виде деятельности, у нее должны быть инженерации в соответствующем образовании, все-таки какое-то знание у них имеется по обслуживанию жилищного фонда. И совсем пренебрегать рекомендациями управляющей организации, что не надо красить, надо ремонтировать вентиля. Ну это и разумно, что надо что-то делать первоначально, то есть лучше все-таки иногда слушать, потому что управляющая организация все-таки там люди со знаниями. Так как мы знаем, любой ремонт начинается с осмотра, вы имеете право принимать участие в осмотрах, а помните 161 статья жилищного кодекса, часть 1.1 говорит, что содержание общего имущества с соблюдением законных прав и интересов в совском помещении. Право есть, вы заинтересованы, очень заинтересованы, правильно, осмотреть имущество и составить план работы. То есть в связи с чем, то есть представителю совета дома, руководствуясь действующим законодательством, пунктом договора управления, то есть где управляющая организация обязуется направить своего представителя для проведения осмотров. То есть есть в каждом договоре, вы внимательно ознакомьтесь с договором, да, и лучше, когда вы что-то просите, лучше ссылаться на пункты договора. Потому что одно из условий, что вы в любое время можете расторгнуть с ними договор, да, это нарушение условий договора. Вот, соответственно, лучше в своих заявлениях, обращениях ссылаться на какие-то пункты договора. В основном управляющая организация в договоре указывает то, что она направляет своего представителя для проведения комиссионного осмотра по вашим заявкам, то есть все. Вам как бы нужно, то есть пригласить, да, то есть руководствуясь нормами закона, договором управления, пригласить инженера, просто уполномоченного представителя управляющей организации для проведения комиссионного осмотра общего имущества вашего многоквартирного дома, да, и то есть укажите, что этот осмотр вам нужен для составления плана работы и услуг на следующий год. Ну, либо на этот год, неважно, когда вы уже хотите реализовать свои права, да, провести годовое собрание, может, уже год начался, не дает вам, то есть это, то есть имеете право проводить, когда захочете, никто вам это не запрещает. Это уже составило свой план работы? Она составила, понимаете, свой план работы, но все равно установленный и ваш план работы, скорее всего, будет более. Я не уверен, что она его составила в соответствии с требованиями, проводила осмотр с вашим участием, да, либо хотя бы должна кого-то пригласить, да. В последнее время они любят, знаете, вот таких я видел, распишись, а какая, Ваня, пока вы не избрали председателя совета дома, совет дома, пока вы ничто это не сделали, они могут любого человека. Ладно, то есть вы приглашаете управляющую организацию для проведения комиссионного осмотра с составлением акта. Акт составляется в двух экземплярах, может быть, копия снята, да, но оригиналы подписей должны стоять на акте, то есть на обоих. Во время осмотра нужно советом обойти весь дом и составить акт, в котором вы указываете самые больные места дома, да, то есть, как я говорил, первым делом смотрим на инженерные коммуникации, да, на жизненно важные трубы. Как я всегда говорил, по обшарканному подъезду ходили 30 лет и будут ходить, а не дай бог с розовым холодной воды что-то лопнет, через час, сидя без холодной воды, они вас съедят, честно говорю, съедят все, вот. Можно, как я говорю, всегда составить несколько актов, если вы в первый раз составляете, да, то есть проводите осмотр, в один акт, понятно, все не влезет, да, то есть делайте несколько просто актов осмотра отдельно. Акт осмотра подвального помещения, акт осмотра инженерных коммуникаций, акт осмотра посада здания, да, там стен, то есть акт осмотра кровли, либо чердачного помещения, техническое этаж, у кого есть. Акт осмотра подъездов, подъезды тоже заходим, смотрим, да, вот остекление, наличие перил, чтобы это, ну, главное, отопление, чтобы было, да. То есть дворовой территорий можете составить, да, то есть все-все, то есть может составить, как бы, несколько актов по разным ситуациям. Прежде чем проводить осмотр общего имущества и составлять соответствующий акт, для начала нужно знать, да, что и как, так сказать, осматривать, на что нужно обращать внимание. То есть не зная, как, допустим, в соответствии с законом вам должно содержаться подвальное помещение, при осмотре вы не сможете в полном объеме зафиксировать все неисправности, нарушения и тому подобное. То есть вывод, да, перед тем, как проводить осмотр общего имущества, нужно изучить, либо хотя бы во время осмотра, то есть, ну, руководство за постановлением госстроя. Я вам говорил, да, вот, постановление госстроя 170-е, да, от 27 сентября 2003 года, да, то есть нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда, ими руководство, они основные правила, они прописаны правилом для всего, для фасада, для территории, для инженерной коммуникации, подъезду, подвальному помещению, температура, влажность, продухи, какие должны быть, то есть ко всему, ко всему, вот это большие требования, то есть правила, да, ими руководствуются в основном все, да, и жилищная инспекция, в основном это основные правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, в том числе и всего-всего. И как я вам говорил, принцип, да, то есть люди после моих занятий, да, попросили, то есть пригласили инженеров технодзора на юбилейный 2, корпус 2, да, говорит, Алексей, просим тебя поприсутствовать, вот я пришел, да, и когда они все убежали в подвальное помещение, я им говорю, вы куда идите сюда, приходят глазами Алексея, что ты назвал? Я говорю, наша цель, цель осмотров, выявить несоответствие обязательным требованиям, да, подвальное помещение осматриваем, то мы должны знать, да, какие обязательные требования по становлению гостроя, с анпинами, гостами где-то, да, то есть может правила благоустройства, наше решение городской думы, да, там, там что-то, мы про дворовую территорию, когда смотрим, то есть надо знать все нормы и правила, чтобы найти 10 различий, вот, не будете знать, ко мне как-то обращаются одни подрядные организации, когда мы организовали, создали подрядную организацию, приходят ко мне и говорят, Алексей, мы работали у тех, у тех, у тех, да, мы хотим с вами работать, я говорю, что вы можете делать? Мы можем ремонтировать кровлю делать, ремонт подъездов делать, я их завожу к себе во второй подъезд, у меня там хороший ремонт, я говорю, ну вот такой ремонт вы сможете сделать? Глянули, ну да, сможем, и тогда я им задал один проверочный вопрос, расскажите порядок и правила о краске радиаторов, расположенных в подъезде, вот, если бы он не сказал, как прописано в гострой, масляной краской на два слоя, все, я бы хотя бы знал, что теорию он знает, правильно, да, допустим? Потому что у нас четко постановление в гострой, да, допустим, сказано, окраска радиаторов в подъезде, масляная краска в два слоя, все, но я вижу, человек не знает теорию, знаете, потом, и я говорю, все, ребята, счастливо, то есть, так же по части кровли, когда ко мне подходят и говорят, давайте будем кровли сделать, я у них спрашиваю, а какой должен быть верхний слой, да, как вы будете сделать, допустим, козырьки, ну сразу, потому что я знаю, как правило должно быть, да, какие свесы должны быть, знаете, что свесы должны быть металлические, да, допустим, по краю, они бывают просто рубероидом, которые закрывают, этот рубероид голуби, они поражняются, и это их не опорожнение, а такое свойство, она как кислота, она съедает это все, прогнеет, то есть, и там появляются в этих местах дырки, туда вода затекает, то есть, нарушены правила эксплуатации мягкой кровли, ремонта, так, то есть, все понятно, прежде чем проводить осмотр, нужно знать, да, то есть, нужно что и как, допустим, смотреть, при осмотре, да, особое внимание, как бы, нужно уделять жизненно важным, да, как я говорил, инженерным и другим системам, да, то есть, красоту мы всегда успеем навести, да, то есть, первым делом приводим инженерные коммуникации на джачий вид, вот, как часто бывает, у кого-то по стойку идут ремонтные работы, без воды весь дом сидит, да, я у себя эту проблему первым делом решил, это значит, что на каждом стойке вентиль, вентиль просто в нерабочем состоянии, понимаете, ну, составьте акт, составьте, запишите в акте, что сколько вентиля, желательно специалиста, который бы знал, какой там диаметр вентиля, я у себя просто пригласил инженера грамотную, то есть, у нас работала когда-то грамотно, специалисты работали, инженера технодзора, который в этом разбирается, она четко мне, мы прошли, сказали, в акте указали, сколько вентилей, какого диаметра, где на ХВС, на ГВС, да, допустим, мы это все указали, то есть, эти вентиля желательно менять, вот, потому что без воды, когда все, а знаете, еще такая ситуация есть, когда дом сбрасывают целиком, завоздушиваются, и полотенцесушители потом завоздушиваются, да, то есть, приходится и потом стравливают, то есть, лишние проблемы, то лучше один стояк сбросить, его потом прогнать, все. Еще вот так вот, полотенцесушители нет, а золотые, тёплые? Смотрите, какая ситуация. Смотрите, ситуация, система полотенцесушителя в разных домах, она разная. У кого-то от горячего, вот, допустим, Брежнике, Хрущевке заходишь, у них полотенце идет от горячей воды, то есть, когда мы горячей водой пользуемся, разбор идет, тогда она горячая. В девятиэтажках многих, да, идет отдельный стояк полотенцесушителя, есть, да, допустим, есть отдельный стояк полотенцесушителя. Смотрите, ситуация вот такая, смотрите, зимой, зимой у нас система водоснабжения горячая, да, у нас система, когда мы проходили систему горячего водоснабжения и отопления, систему вода, холодного водоснабжения. Холодная вода одна входит в дом, а выходит через водоотведение, через нашу канализацию. Система горячего водоснабжения входит две трубы, прямая и обратно. Когда в основном полотенцесушителя с горячей водой, они сверху, они перемыкаются, то есть, ну, где не отдельный, вернее, где не от горячей воды полотенцесушителя, где отдельный стояк, они с горячей водой на девятом этаже пересекаются, да, и в основном мы там воздух стравливаем. И суть такая, когда мы летом, да, во время отопительного периода отключаем обратку, либо прямую, да, там с прямой, либо с обратки подают, у нас получается такая замкнутая система, понимаете, у нас вода в доме просто стоит. И также, пока если кто-то горячей водой не пользуется, полотенчика более-менее, как бы, нагревается, ну, движение воды есть, да, а во время отопительного периода у нас прямая и обратно, и полотенечко, и вся система, она открыта, проще говоря, и то есть идет, как бы, циркуляция. И все время и полотенчики у нас горячие прям зимой, вот. Потому что у нас в одном подливе, в трехкомнатных квартирах не работает полотенцикл, а вот на полотенце двукомнатные работает. И это она все время на меня, почему тебя... Бывают ставят на проток, на проток, ну, то есть бывает, я любой дом захожу, мы так Комсомольску 76, корпус 2 взяли, пока мы там были, это было хорошо, когда мы взяли дом, на нас тепловики сразу же напали, мы прошли, мы же пошли проводить осмотр, под вами повышение, и каждый стояк полотенческого сушителя был шланг в канализацию, то есть вода стояла на протоке, то есть постоянно проток... Ну, это нельзя, это слив воды, это, да, то есть нельзя так тратить воду, то есть это нельзя, и так у них полотенчиком все время горячее, потому что движение воды все время идет, но это нельзя. Можно у нас с Тинюшин, с Тинюшин Николай, который счетчики, он знает, как сделать, да, и я у себя на доме, да, допустим, сделал более-менее, там можно в элеваторе сделать, то есть, ну, это надо где-то, может, в элеваторе шайбу где-то установить, переделать маленькое. Я у себя на доме делал, да, чтобы полотенчико и летом работало, да, мы там шайбу в одном месте установили, но эту работу нужно вам взять слесаря, который обслуживает ваш дом, взять человека, желательно с Тинюшина Николая, он знает там, где что там сделать еще, да, то есть у меня с ним был опыт практики, сейчас у меня в доме летом, то есть раньше у меня полотенчики были холодные, да, то есть летом, а сейчас они, ну, более-менее теплые, ну, хотя бы, да, хотя бы не стоят, а мы там сделали, там шайбу установили, где-то еще там сделали, то есть есть, можно все сделать, это кусок железа, металла, тут-то ничего сложного придумать можно. Все, давайте к нашей следующей, то есть первым делом мы смотрим, да, на жизненно-алпажные наши вентиля, краны, вот, с вещей, протечкой, про них мы ничего не говорим, мы их устраняем, это аварийные ситуации, то есть в приоритетном порядке, вот. После того, как провели комиссионное обследование, да, вашего общего имущества, составили соответствующий акт, да, возникает вопрос, что с этим делать, да, то есть потом провели осмотр, что делать, да. У нас в соответствии с пунктом 2.1.5, да, постановление гостроя, организация по обслуживанию жилищного фонда на основании актов осмотров, да, и обследование должно в месячный срок составить перечень по результатам осмотра мероприятий и установить объемы работ, необходимые для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации, то есть в следующий зимний период, да, допустим, вот. Уточнить объемы работ по текущему ремонту, да, то есть вот, проверить готовность каждого здания к эксплуатации, то есть и выдать рекомендации, то есть собственникам помещения на выполнение текущего ремонта за свой счет, ну, понятно, за ваш счет. То есть, а выдать рекомендации, да, это как раз и есть, то есть они вам должны в план работы и услуг это включить. То есть вот у нас как это предусматривается, вы помните, это постановление гостроя от 2003 года, жилищный кодекс вступил здесь через два года, вот. Как-то надо вот эти 170-е правила применять в соответствии еще и читать вот так, чтобы было понятно в соответствии с действующими требованиями жилищного кодекса, вот. В пункт 2.3.6 постановления гостроя, да, 180, сказано, опись ремонтных работ на каждое строение, включенный годовой план, да, текущего ремонта разрабатывается и согласовывается с собственником жилищного фонда, вот. Соответственно, руководствуясь нормами платфона, да, то есть председатель совета вместе с уполномоченными сотрудниками и управляющими организациями на основании актов осмотра совместно составляет опись всех необходимых работ на предшествующий год, то есть, да, а также составляет согласовывать сметы на каждый вид работы, либо услуги. Помимо этого определяет время и сроки проведения запланированных работ и услуг, условия их оказания, выполнения, а также размер финансирования. И, конечно же, отбираем исполнителя для выполнения работ на условиях наиболее выгодных для собственников помещения. То есть, проще говоря, когда мы план работы и услуг с вами составлять будем, сейчас я вам пример покажу, да, чтобы в плане было прописано, допустим, ремонт кровли, кто будет делать ИП-ромашка, ИП-ромашка, да, там, О-ромашка, да, когда будет делать в сентябре, за какую цену, понятно, да, чтобы было вам все понятно, чтобы собственники на собрании утверждали, помните, перечень работ и услуг, условия оказания выполнения и размер финансирования. Вот оно, что должно, и размер финансирования, то есть, что делать, кто делать, когда и за какую цену. Это нужен план работы. Да, 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 по каждой работе вы должны составить, вот, при составлении плана работы и услуг, да, то есть, на предшествии за год обязательно руководствоваться пунктом 4, вот этих правил управления многоквартирными домами 416, да, где, в основном, когда мы общие правила проходили, да, одно из этих правил на условиях наиболее выгодных. Мы должны подбирать исполнителей для выполнения работы и услуг на условиях наиболее выгодных. Пример, как я вам говорил, да, где нет контроля. Рядом у меня Краснофлотская 20, корпус 3, спилила 3 тополя и увезла за стол 86 тысяч, да, а мы 6 тополей спилили, увезли, за место них посадили 3 канадских клёна и 3 липы за 106 тысяч вместе с поливкой совсем, да, у нас кофе в одном магазине 300 рублей, в другом 10 рублей, да, живем по закону рынка. Все, где дешевле, там и делай. Какие договора, то есть, заключаются на оказании работ и услуг, да, допустим, чтобы вы знали, то есть нам нужно составить план работы и услуг на следующий год, да, соответственно, мы должны знать, да, какие договора управляющая организация заключила. Мы, когда с вами проходили первый вопрос, да, мы там это указывали, мы запрашивали у управляющей организации информацию по всем договорам на оказание услуг и работ с ихней стоимостью, да, если мы услугу дворника либо уборщицы запрашивали, да, то вы помните, площадь убираемой территории, то есть всю необходимую информацию мы у них запрашиваем, вот, они вам должны... Я вам примерно написал, да, какие договора управляющая организация заключает, чтобы вы более-менее знали. То есть это договор с расчетно-кассовым центром, да, это на услуги по приему и обработке платежей, и работа паспортного стола. Эта услуга примерно от 2,4 до 4% от общей собираемой суммы многоквартирного дома за содержание жилого помещения и корсои. Ну, то есть те деньги, которые расчетно-кассовый центр в отношении дома обрабатывает, да, то есть эти платежи за содержание жилья, корсои, да, от этой суммы, то есть они берут процент. Чем больше управляющая организация многоквартирных домов, да, допустим, 300 домов, то и, конечно, договор с РФКЦ будет составлять 2,4%. А если у вас один дом, два, три, четыре, пять, да, домов мало, да, то, конечно, будет составлять 4%. То есть чем меньше домов, тем услуга дороже, да. Потом договор на техническое обслуживание содержания лифтов. У кого лифты есть, этот договор у нас есть с резонансом. В городе Комсомольское на море три организации, Амбурлифт, Резонанс и у Дельты и П. Морозов есть. Договор на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов. Я вам сразу принес, я у себя уточнил, да, у нас у управления организации Веста договор со сталкером, да, и на вывоз твердых коммунальных отходов у нас 367,5 рублей за один кубический метр. И, как я говорил, в сталкере, да, сюда входит и крупногабарит, который они раз в неделю вывозят, и не считая, в какой объем они вывезли одно кресло, либо полную машину, считается только твердые коммунальные отходы, которые в контейнере. Этот они... Кубический метр. Да, кубический метр. Один контейнер, помню, да, 0,75 куба. Стандартный. Вот. Следующее, то есть, когда договорно-технистка обслуживания и содержания лифтов, туда идет и страхование. Как оказывается, вы еще не застраховали свои лифты, вам их нужно страховать. Да, мне вчера такую информацию дали, да, про вас. Вы скажите, кто? Я, конечно, не буду говорить, кто, но я просто узнал, так что... Ну, вы, понятно, молодые, не знаете, неопытные, все. Мы вам об этом говорим, что необходимо. Вот. Иначе у нас есть Ростехнадзор. Вот. Есть Роспотребнадзор, есть Ростехнадзор. Вот. Такой госоргал. Я говорю, управляющие организации, государственный жилищный надзор, да, где-то может быть на ТСЖ, там, муниципальный жилищный контроль, Ростпотребнадзор, Ростехнадзор, да, прокуратура, да, нас там все, муниципальный контроль за благоустройством, то есть надзорных органов, миллион, МЧС, пожарники, то есть все-все-все, всем что-то надо от нас. Да. Определенные управляющие компании вообще никак эти органы не проверяют? Ну, не наказывают их, потому что они в системе, проще говоря, да, это система, как нам говорят. Вот кто в системе, их, да, а вы сейчас на себе все. А те, кто вышли из системы, да, которые сами вот на нас, да, сразу же все. Ладно, давайте следующее, что потом еще идет. Договорно-комплексное обслуживание жилищного фонда. В основном это у управляющих организаций договор с ЖЭО, с подрядчиками, да, то есть куда входит, там уборка дворовой территории, да, у них свои дворники, уборка лестничных леток своя, порчица ходит, которая все там метает. Механизированная уборка дворовой территории, то есть трактор зимой, да, когда снег убирают, либо покос травы, да, допустим, это они косят. Обслуживание жилищного коммуникации дома, ну, ремонт теплового контура, подготовка дома к зиме, да, это тоже комплекс мероприятий, которые наше ЖЭО делает, ну, как бы, ваше ЖЭО, да, то есть готовить дома, дома кормить вперед. Обслуживание мусоропровода у них есть, также человек, у кого мусоропровода, то есть они это пробивают, мусоропровод есть такое свойство, он засоряется, забивается, наши люди, что только не кидают. Так, следующий, который бывает, договор, договор на проведение дезинфекционных мероприятий, то есть дератизации, да, дезинфекции, дезинфекции, да, обязательное, да, то есть требование раз в месяц проводить дератизацию, это от грызунов и крыс. Дезинфекция, дезинфекция, да, то есть она по заявлению. Допустим, председатель еженедельно, вот у управляющей организации Веста, председатель должен еженедельно проводить осмотр подвального помещения. Бывает, где сырость, либо что-то, появляются мокрицы, либо кто-то еще, да, да, допустим, председатель увидел, заявочку в управляющую организацию сделал, управляющая организация делает заявку дезинфекционной станции с теми, кто у них договор, да, они это проводят, приводят, приходят, травят. Нет, это я должна позвонить управляющим компанию, потому что у нас затопы были перед Новым годом, подвалости затопило, а сейчас там дерьмо, поэтому я сейчас должна им звонить, чтобы они позвонили уже в эту инспекцию, чтобы пришли, там, стоит, по-моему, да, да, и чтобы вы потравили, они должны в сколько раз, в год, в два раза? Нет, от мышей, от грызунов раз в месяц, да, допустим, раз в месяц они, да, от грызунов раз в месяц, выглядите, с кем у вас заключен договор. Если договор, когда мы взяли договор, у нас был заключен, у всех управляющих организаций заключен договор, не буду назвать фирму, но она частная, на Севастопольской располагается, допустим, частная. Мне частники, так как они обслуживали наш дом, знаете, как они проделили, они мне не понравились. Я решил, решение вот общего собрания, мы приняли решение, чтобы управляющая организация расторгнулась частно, заключила договор с краевой дезинфицированной станцией, понимаете, то есть есть государственная служба у нас в городе, которая выполняет, да, находится на Красноходской 24А, у нас, как бы, во дворе, те хорошо все, выполняют работы, я решил, нафиг нам частника, то есть это решение приняли. Я не помню, но, понимаете, знаете, качественней работы, но если дороже, может, на копейки, но я не увидел дороже. Так, договор дезинфицированных мероприятий, понятно, да, договор с СПКТС, да, ДГК, то есть использование сетевой воды при промывке, при отсутствии общедомовых приборов, то есть у нас, понимаете, когда мы промывку делаем, если общедомового прибора учета нет, да, это если есть общедомовый прибор учета, вся прошла, которая горячая вода, ее счетчик посчитал, и это вам все крысой стало ГВС, да, а там, где нет счетчика, мы же промывку должны делать, да, у них договора, то есть сразу такие договора с теплосетями на промывку и сбор водоканала на сброс на прием, вот, допустим, сколько мы промыли, есть такой вот договор, вы узнаете, то есть сколько у вас этот договор и сколько он стоит, ну, чтобы знать, сколько у вас, вы когда будете планировать годовой план работы и услуг отдельно, я вам покажу пример, отдельно подготовка дома к отопительному периоду, да, и у нас, помните, готовка дома к отопительному периоду, У нас целый перечень мероприятий. У нас администрация выдает перечень мероприятий, который состоит из пунктов, 12 пунктов. То есть и тут промывка, опрессовка, налаживание. И вам нужно знать, сколько вы включите, допустим, сколько у вас стоит опрессовка. Сразу вам скажу, знаете, когда вы будете в дом, подготовка дома к отопительному периоду. И это все те мероприятия, которые управляющая организация должна сделать. Вам желательно сразу цену урегулировать. Допустим, управляющая организация ВЕСТа, допустим, подготовка дома к отопительному периоду. Вот, допустим, промывка, рубль 60 с одного квадратного метра общей площади дома. Допустим, общая площадь дома, и когда мы промывку делаем, мы уже в план работы и услуг забиваем рубль 60 с квадратного метра. Потому что мы будем промывать, же хорошо промывать. А опрессовка, есть такое мероприятие, у нас стоит также рубль 60 с квадратного метра общей площади. То есть, да, вы когда для себя будете, да, допустим, составлять план работы, вы когда спросите, а сколько у вас опрессовка стоит, да, для нашего дома, по какому тарифу, можете сослаться на управляющую организацию ВЕСТа. А у них, допустим, рубль 60, опрессовка и промывка стоит. А сколько у вас сейчас будет? С чего? Ну, вот такая. А в каком? Вы же рубль 60 с площадью. С общей площади многоквартирного дома. Вот у меня общая площадь 3893, там, 4 квадратных метра, я умножаю на рубль 60, да, эта площадь. Эта работа у меня стоит промывка и такая же сумма опрессовка. Потому что, когда я годовой план работы ЮСУ составляю, подготовка дома, мы же промывку, опрессовку, управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК, сдаете теплосетям, они бы не приходят, у вас ее проверяют, пломбу вешают, да, они же все проверяют это, то есть. И эти работы вы однозначно будете делать. То есть, у вас однозначно будут за них это. А там еще и ремонт вентилей, утепление теплового контура, остекление. У нас целый план мероприятий. Ладно, мы сейчас просто, я вам про промывку, опрессовку сказал, то есть, готовка дома к отопительному периоду. Договорно-аварийное обслуживание. Мы знаем, да, потому что у продающей организации есть договорно-аварийное обслуживание. То есть, вы когда в первом запросе спрашиваете, а сколько стоит аварийное обслуживание, нам же надо в план работы ЮСУ, это в ключи, да, это же необходимо. То есть, у управляющей организации Веста, да, скажу, рубль 82 за один квадратный метр общей площади дома. То есть, как я говорю, если общая площадь 3000, ну, 4000 квадратных метров, да, умножаем на рубль 82, да, это и входит в стоимость аварийно-диспетчерского обслуживания. Что сюда входит? Сюда входит, а? В год? То есть, ну, а, ну мы, так как мы составляем план работы ЮСУ в год, не забываем умножить на 12 месяцев, правильно, да, замечание. То есть, как бы мы это все умножаем еще на 12 месяцев, потому что мы же годовой план работы ЮСУ. В аварийно-диспетчерское обслуживание, допустим, в управляющей организации Веста, да, это практика, вот, допустим, рубль 82, что сюда входит? Именно прием сообщения, круглосуточно сидит диспетчер, который от вас примет сообщение в любое время суток, да, все, что надо сказать, это сообщение передаст бригаде, сидит аварийная бригада и днем, и ночью сидит. У нас, мы знаем, может быть, можно сказать, что это абонентская плата, аварийное обслуживание, это абонентская плата. Может быть, аварийных ситуаций вообще вместе с ней быть, правильно? А может каждый день быть, но... Нет, а почему вы говорите нежедневно, круглосуточно? Вот у нас, допустим, аварийная работа, заканчивая в ЖЭО с 5 часов, с 5 до утра... У вас два телефона, многое такое, да, у вас телефон и ЖЭО, и аварийная служба. Разбита вот так вот, понимаете? Но у нас в правилах прописано один телефон аварийно-диспетчерского обслуживания и у управляющей организации. Вообще, какие могут быть телефоны? Телефон офиса управляющей организации, телефон аварийно-диспетчерской службы. Ну, у вас еще они придумали телефон ЖЭО еще и аварийки. По работе с населением и приемная, приемная, приемная начальника, там... Ну, много у них. У них денег много, они могут себе такой... У нас один телефон аварийно-диспетчерской службы, которая работает круглосуточно. Да, то есть он в любое время. Да, у нас телефон, один телефон. А в правилах распространяют службы, например, в наше управление, что в свободе нет аварийной службы? Почему? Аварийная служба, у нас телефон 30, 20, 20. Еще требование к аварийной службе должна быть запись телефонных разговоров, да, допустим. То есть это все должно быть. Потому что кто-то вредный, пожалуйста, прокуратуру, допустим, да, либо куда-то скажет. А просим вас проверить на соответствие требованиям аварийно-диспетчерской службы. А там одно из требований, да, что запись телефонных разговоров. И вот прокуратура нам сделает запрос. А представьте, пожалуйста, запись телефонного разговора, который был сделан такого-то числа, жителем такого-то, входящей такой-то, приняла такая-то в такое-то время, да. И мы его предоставим, да, действительно, как человек звонил. Алексей, мне кажется, это нашу про это? Я не знаю. Про нашу мы слушаем, слушаем. Они так разговаривают, как ты разговариваешь непрофессионально. Мы на наших занятиях не обсуждаем, как работают ваши правила. Мы вам говорим, как оно должно быть правильно. Я скажу, пожалуйста, если у них записи нет, вообще не ведется записи. Когда я включаю в интернете свою запись, я говорю, а люди разговаривают совсем по-другому. Смотрите, должен быть еще в обязательном порядке журнал учета записи. И управляющая организация по первому требованию любого собственника должна вас ознакомить с этим журналом. У вас есть такое правило, и в правилах по 416 правилам управления домами у вас это правило прописано. И когда у нас, допустим, прокуратура, либо жилищная инспекция проводит проверку, допустим, человек обращался. Они же как пишут, я не вот однократно обращалась, не реагирует, хотя не говорит, когда, да. И у нас жилищная инспекция запрашивает журнал приема сообщений, который мы снимаем копии и предоставляем, какие именно были сообщения сделаны. И эти сообщения также дублируются запись телефонных разговоров, да, допустим. У нас все есть, то есть должны представить. Смотрите, что входит в аварийно-диспетчерское обслуживание. Не знаю, как у кого, но в управляющей организации Веста в этот рубль 82. То есть в любое время суток диспетчер принимает от вас сообщение, передает в аварийную бригаду, которая днем и ночью в машине сидит. И по закону должна в течение 30 минут с момента приема сообщения, когда вы подали, приехать на место аварии и устранить аварийную ситуацию, то есть хотя бы минимум перекрыть воду. И вот в этот рубль 82 и входит прием, работа диспетчера, она приняла выезд бригады к месту аварии в течение полчаса и перекрыть. То есть открыть дверь в подвал, включить свет, зайти к стойку, отключить воду, выйти из подвала, выключить свет, закрыть за собой замок. Это минимальное. Но так как мы знаем, что аварийная бригада, она еще и должна выполнять заявки жителей и все-таки производить ремонт инженеров сетей. А вот уже сам ремонт сетей, сам ремонт, он уже, конечно, платный, потому что там может быть и вентиль какой-то надо, и участок трубы. Неизвестно, какой придется менять, либо полметра, либо пять метров, так как у нас трубы все гнилые, ржавые, приходится отрезать участок. А вот текущий ремонт, это уже понятно, с советом, с председателем мы обговариваем. То есть сама аварийно-диспетчерская служба, это как абонентская плата, аварийная служба. Она может, вы можете обращаться, можете, они месяц сидят, но люди сидят, ждут, соответственно, мы должны оплатить. Все, давайте следующее. У нас следующее аварийное отуживание мы отняли, то есть договор с ресурсно-оснабжающими организациями на оплату КРСОЯ. Мы знаем, что у нас управляющая организация обязана заключать договора с ресурсно-оснабжающими организациями на предоставление и оплату этих коммунальных ресурсов на содержание общего имущества. У каждой управляющей организации с ними был договор. То есть, и вот как раньше я вам говорил, до того, пока постановление правительства 92-го не вступило в силу с 1 сентября того года, 23-го, и когда сверх норматив на КРСОЯ на жителей не стали перекидывать, то есть любое ТСЖ, ЖСК, когда и мы, организациями, этот КРСОЯ, сверх норматив, мы брали с текущего ремонта. И как я на своем примере говорю, на горячей воде я людям выставил на 3 600, а мне Росгидро 18 тысяч, 28 тысяч. Говорю, а откуда? Это вот неучтенно временные, да, то есть были. Сейчас весь сверх норматив на вас перекидывают. Все, ладно, давайте следующее. Договор на страхование общего имущества, да, то есть это по желанию, то есть жителей, но лифты обязательно, мы знаем, да, то есть договор на специализированной организации на обслуживание внутридомового газового оборудования, да, то есть у нас газифицированные дома, то есть управляющая организация обязана заключать договор со специализированной организацией, которая имеет на это соответствующие лицензии разрешения, да, то есть договор на обслуживание внутридомового газового оборудования. Потом договора на обслуживание общедомовых приборов у учета коммунальных ресурсов. Такая же ситуация, да, допустим, где общие домовые приборы у учета стоят, да, управляющая организация должна заключать договора на обслуживание этих счетчиков. Вот, как я вам говорил, да, на холодную воду, вот я на своем доме установил, посчитал, и не стали людям на собрании объяснил. Люди, либо мы включаем годовой план работы и услуг 25 тысяч ежегодно на обслуживание этого счетчика, еще плюс, мы должны были отдельно раз там в 3 года, в 4, не помню сколько, осуществлять проверку этого счетчика платно, да, то есть этот счетчик не ведет расходы, либо управляющая организация КРСОИ будет оплачивать с повышающим коэффициентом. И разница, мы там, мы с вами либо 3 тысячи заплатим, либо мы 25 тысяч в год. И проще говоря, знаете, эти общие домовые, то есть холодная вода у нас не дешевая, да, это незаконно, должна, но выгодно экономически для людей дома общий домовой прибор учета по холодной воде не вводить в эксплуатацию, не осуществлять по нем расчет. Легче по повышающим коэффициенту это КРСОИ оплачивать. За свое индивидуальное потребление вы же по счетчику платите, вот, а если счетчика нет, то вы уже по повышающему. Вот так вот. Так, могут заключаться дополнительные договора с определенными подрядчиками на определенные виды работы, да, то есть ремонт кровли, как я говорил, да, да, там с кем-то, да, обрезка деревьев, да, кошение травы, то есть если что-то, ну, бывает такое, с кем-то заключаются договора. Так. Услуги работы по управлению многоквартирным домом. Вы помните, да, пункт 1, часть 2 ст. 154 ЖК, да, плата за содержание жилого помещения включает в себя услуги управления многоквартирным домом. Плата за услуги работы по управлению многоквартирным домом в основном составляет 10% от общей собираемой суммы за весь дом на содержание жилого помещения. Собственно, ну, где 10%, где 15%, где 20%. То есть смотрите договор управления многоквартирным домом, сколько управляющая организация в соответствии с договором берет себе на услуги управления многоквартирным домом. В управляющей организации места, практика, да, и в договоре прописано, да, что управляющая организация берет на управление домом 15%, да, но если, собственно, помещение приняли решение о вознаграждении председателю и совету дома, да, за конкретно взятые на себя обязанности, четко прописанные права и обязанности председателя, да, то есть если оплата, то что-то, не просто так, а за какие-то действия. Вот управляющая организация места, да, четко прописаны права и обязанности председателя, да, и там, если жители приняли решение оплачивать, да, то 10% получает управляющая организация, а 5%, да, получает председатель совета дома. И хочу вам сказать, да, это хорошее соотношение. Целая организация получает 10%, а один человек председатель 5%, половину раза меньше. Но на управляющую организацию вся ответственность, да, большая работа, а на председателе, собственно, ответственности юридической, так-то, если что, за задницу взять его сложно. Вся ответственность на управляющую организацию, но при эффективном управлении... Ну, у вас обязанность приравнена к минималке по МРОТу, да? Ну, тогда и считайте, какой процент у вас на услуги управления, кто будет этот процент... Ну, желательно, один человек, да, получать МРОТ, наверное. А вознаграждение председателю? Ладно. Алексей, а вот этот процент на управляющую организацию, это обязательно условие договора, это должно быть прописано обязательно? Не понял. Вот этот процент, который отчисляется на управление договора, это должно быть обязательно договора прописано? Желательно это прописать, устаканить. Любые деньги, это деньги, любую копейку, да, то есть копейка рубль перережет. Мы должны каждую, каждую графу расходов, доходов... Не понял. Обязательных требований нет? Нет, у кто сколько захотят, 50% установят, но это ваше право, знаете, вот, устанавливают. Захотите 5, можете установить 5, но будет ли она согласна за 5%, да, то есть управлять... Что входит в управление многоквартирным домом? Помните, мы с вами уже разбирали, то есть именно управляющая организация, это заключение, это организация работы с населением прием тех же граждан, это заключение договоров со всеми подрядными организациями, с тем же расчетно-казовым центром, заключение надо, надо, договора со всеми подрядными организациями, это проведение осмотра, да, плановые, да, то есть осенне-весенне, это составление плана работы и услуг, предоставление его вам. То есть все те услуги управления, свое она может делать, только аварийную службу, либо заключить договор, вот управляющая организация, что она может делать. Смотрите, немаловажная деталь, управляющая организация, да, в основном может брать 10%, да, только содержание, сплаты за содержание жилого помещения, вот, вот. Иногда смотришь, они вам говорят, они вам говорят, что мы берем 10%, а когда отчет смотришь, они берут эти 10% еще из арендаторов, то есть они общую сумму с вас, как бы, собирают, арендаторов сюда, и с этой еще и берут, как бы, 10%. Нет, желательно сразу же установить, либо решением этого всего собрания, либо в договоре установить, сколько управляющая организация будет получать за управление дома. Ну, 10% это вполне демократичная сумма. Вот, я вам здесь даже скинул, да, пример вопроса в протоколе, да, если увидите, что у вас этот вопрос не урегулирован, не договором, да, то просто об определении расходов на управление многоквартирным домом для вашей управляющей организации на вот такой-то год. То есть, видите, просто слушали председателя собрания, да, который рассказал о необходимости установить расходы на управление дома на 20-й год для вот такой-то, да, в размере 10% от общей собираемой суммы за содержание жилого помещения, да, там, допустим, все, вы установили 10%. Еще без учета ГРСОИ. Помните, плата за содержание жилого помещения включает в себя услуги управления, плата за текущий ремонт, да, услуги, текущий ремонт и услуги, то есть, и плата за ГРСОИ, вот, и, то есть, вы должны, то есть, просто плата за содержание жилого помещения, да, вы помните, кто у нас устанавливает размер платы за содержание жилого помещения, да, либо собственники помещений в соответствии с частью 7 статьи 156 ЖК, да, размер платы за содержание жилого помещения устанавливается решением общего собрания. Либо, если вы его не установили, то в соответствии с частью 4 статистов общего жилищного кодекса, размер платы устанавливается органами местного самоуправления. И вот у нас администрация ежегодно издает восстановление администрации города, которая устанавливает муниципальный тариф, расценки с категорией с разбивкой для газифицированных домов, для негазифицированных домов. Есть мусоропровод, нет мусоропровода. Есть лифты и нет лифтов. То есть со всеми этими докажу. Вот у нас, например, у нас, допустим, Комсомольская 76 корпус 2 и вокзальная 37 корпус 2 по тарифу 27 рублей 22 рубля. Это в газифицированных домах без лифтов и мусоропровода. Есть, допустим, негазифицированные дома без лифтов и без мусоропровода самый маленький тариф 24 рубля 85 копеек. У нас, допустим, Краснофлотская 23 корпус 3 и Кирова 26, лифты есть от мусоропровода. Мы отказались. Один из плюсов, да, отказаться от мусоропровода, то размер платы снижается, да. И мы платим здесь 34 рубля 61 копеек. Есть дома с мусоропроводом и с лифтами, самый дорогой 36 рублей 98 копеек, да. Но это в негазифицированном. Если еще и газифицированные, то было бы 39 рублей 35 копеек. Но у нас есть Мира 10, да, как я вам говорил, да. То есть вот у них бы, они бы оплачивали, если по городскому тарифу, да, у них газифицированный дом 27 рублей 22 копейки. Но они уже третий год платят 30 рублей. Они это, они это хотят. Но у них деньги есть, они хотят себе дорогие двери там по 100 тысяч, да, ну хотят. И они 30 рублей как установили размер платы, так и платят. То есть провели общее собрание и избрали, что они повышают тарифт. Они установили, не повысили, это ваше право. То есть вы имеете право установить размер платы. Я вам сейчас это покажу пример. Субтитры создавали. Да. Вот глядите, я вам сейчас пример. Пример я вам, так же как образцы, пример. 27 рублей 22 копейки за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения. Общая площадь жилого помещения складывается из всех ваших комнат, из помогательных помещений, да. Ваш колидор, туалет, ванна, кухня. За исключением лодж, балкон, веран, терраса. У меня квартира 60 квадратных, я умножаю на 27 рублей. Это у меня получается. У вас газифицированный дом? Да. Без мусоропровода, без лифта. Все. У вас действующий тариф на этот год 27 рублей 22 копейки за 1 квадратный метр общей площади. Вот столько вы должны оплачивать в управляющую организацию за содержание жилого помещения. Месяц. Не, 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 не. Плата за содержание жилого помещения включает в себя услуги управления, услуги всего-всего. Все, давайте следующее. Алексей Натальевич, нет, подождите. Вы нам подскажите, 27 рублей в год или в год? Месяц. Месяц. Вы ежемесячно, ваша обязанность нести расходы ежемесячно. До 10-го числа ежемесячно вы должны оплачивать в размере 22 рубля 22, ой, 27 рублей 20 копейки за 1 квадратный метр общей площади вашего помещения. Вы можете задать вопрос, смотрите, то есть в 10-е число там накладывается шпильник или что? Содержание не нужно. За просрочку платежей. Что является просрочкой, да, то есть, вот коммуналка четко сказано, да, это не оплата за одну коммунальную услугу 2 месяца. Все, являются просрочки. Там идет и пение. Нет. За содержание жилья 1,03 с 31-го дня 1,03 ставки рефинансирования, да, начиная с 31-го числа просрочки. Вот вы обязаны были до 10-го, не проплатили, да, то есть 11-го числа следующего месяца, да, допустим, да, 1,03 ставки рефинансирования банка, Центробанка, да, то есть этой ставки, а с 91-го дня 1,120 ставки. О, за каждый месяц. За каждый день, за каждый день посрочка. Она куда идет, в ДРКЦ или в ДРКЦ? Все, ну, смотрите, пение, конечно, идет в управляющую организацию, только вы еще в договоре у себя пропишите желательно, куда это пение идет, либо в счет текущего ремонта, то есть складывается, да, то есть в общую копилку, либо как компенсация управляющей организации за нервы, типа, нервничала. Управление дома, включите это. Вот у ТСЖ, это у вас должно быть, вот это урегулировано уставом, но у вас же не все члены ТСЖ, а с нечленами ТСЖ у вас должен быть заключен договор, вот, который вот это все прописывает. Желательно в договоре это указать. У управляющей организации ВЕСТа этот момент в договоре предусмотрен, мы когда на отличном занятии будем этот договор проходить, вы увидите. Ладно, давайте план работы и услуг. Я вам хотел показать сканы протокола планов работ. Вот, допустим, Сусанина 76. Мы проводили, допустим, в 2019 году годовой план работы и услуг на год. И какие здесь, ну, председатели, секретарь собрания и счетной комиссии, это все время, да. И вот видите, об определении на основании части 7 статьи 156 Жилищного кодекса, размер платы за содержание жилого помещения и план работы. Я вам говорю под четвертый об определении, то есть размер платы. И вот смотрите, здесь идут вопросы. Вот нам нужен какой вопрос? Вот, четвертый вопрос. Слушали совет многоквартирного дома, который предложил определить размер платы за содержание жилого помещения на 2019 год, ну, на старый протокол, да, для собственников помещения в размере установлено, восстановлением администрации города, да, то есть, как для негазифицированного, без лифтов и мусоропроводов, а для собственника нежилого помещения отдельное. Помните, я вам показывал, у вас в папке председателя, председатели, есть план схемы дворовой территории, схемы дворовой территории по Сусанино. Вот, где у них за собственником нежилого помещения, закреплена часть территории, которую он обязан убирать. Проще говоря, собственник нежилого помещения в этом доме, он не пользуется, у него свой дворник, который убирает, то есть, мы отнимаем от его тарифа уборку дворовой территории, уборку лестничных клеток, вывоз твердых коммунальных отходов, потому что у него свой, то есть, те услуги, которыми он не пользуется, и тариф для него, конечно, чуть меньше, вот. Но это с учетом, если жители приняли такое, если жители не приняли для собственника нежилого помещения такой тариф, то у нас жилищный кодекс не делает разграничений, да, между собственниками жилыми либо нежилыми. Один тариф для всех. Если вы не приняли решение, а? Если приняли, то собственники нежилого обязаны подчиниться, правильно? Решение общего собрания. Но тариф должен быть обоснован, понимаете? То есть, если еще, понимаете, у нас закон защиты прав потребителей используется при управлении домом, а там сказано, что собственник не должен оплачивать те услуги, которые он недополучает. Если он уборку лестничных клеток, которые, он же ее не получает, но не свой, а отдельный вход. Соответственно, зачем я за нее платить буду? Потом, вывоз твердых коммунальных входов, да, допустим. Я ее, у меня свой договор, я вывожу, он это предоставит. Если он вашей мусоркой пользуется, тогда не исключаем из тарифа. Теперь давайте план работы. Мы с вами сейчас прошли, какие договора, вы теперь знаете, да, примерно, в предыдущем организации заключают, вам какую информацию надо при составлении плана работы и услуг на год. Теперь планирование самого плана работы и услуг на год. Для того, чтобы более эффективно распланировать план работы и услуг на год, для начала нужно знать, сколько денег собирается с вашего дома всего, да, допустим. Это за содержание жилого помещения, ну и на капитальный ремонт, да, и от сдачи в аренду общего имущества. Нужно все знать. То есть рассчитать очень просто. Берем общую площадь всех жилых и нежилых помещений вашего многоквартирного дома и умножаем на тариф, определенный для данного типа жилья. Вот, то есть тариф, берем постановление администрации города. То есть берем общую площадь вашего дома, которая состоит из суммы площадей всех жилых и нежилых помещений. Не вот ту общую площадь, где наши лифтовые шахты, подъезды, площадь подвалного помещения, тех этажа, нет, не эту. А именно ту общую площадь дома, которая состоит из общей площади всех жилых и нежилых помещений. На ту площадь, в которую производится начисление платы за содержание жилья. Мы же лестничным клетком квитанции не выставляем, это все общее имущество. Вот. То есть, что? Мы можем же, если решить общее собрание собственных, поднять? Конечно, можете, да. Но мы сейчас об этом пройдем, да, то, что размер платы в соответствии с 411-м постановлением должен быть соразмерному, утвержденному перечню работ и услуг. Если вы запланировали работ и услуг на 10 миллионов, то, естественно, вы можете такой, да. А утвержденный план работы и услуг только на основании, он также должен быть обоснован. На основании чего вы включили? На основании осмотров, которые вы провели осмотр, составили акты, в актах указали то, что у вас действительно в аварийном ситуации, допустим, кровля, в следствии чего есть риски причинения ущерба общему имуществу, есть риск создания аварийной ситуации, замыкания, это в вактах у вас все указано. Когда вы проводили осмотр, вы видели то, что затекание талой воды, щитки, ваше электроснабжение щитки, да, и есть огромный риск замыкания, в следе чего пожар, порча имущества, ну и все в этом роде. То есть у вас это действительно, а аварийные заявки, как мы знаем, выполняются немедленно. Так что вам действительно нужно, а так как вы должны за свой счет все сделать. И помните мы сегодня такую фразу, такую в 170-м постановлении, управляющая организация должна вам, либо ТСЖ, выдать рекомендации, чтобы привести это за свой счет. Соответственно, вы сперва планируете план работы и услуг, а потом под эти необходимые работы вы должны установить размер платы. Вот такое-то, сколько вы там хотите. Ну, ладно, давайте. То есть вы берете общую площадь дома, умножаете на ваш тариф, умножаете на 12 месяцев, и у вас примерно есть какая-то сумма, назовем ее бюджет дома. Не забываем, конечно, про арендаторов. Ну, сразу надеяться на арендаторов, на кого это не стоит. Как я говорю, учитесь жить на те деньги, которые аккумулируете хотя бы вот сплаты за содержание жилья. То есть при хорошем раскладе, если все заплатят, да, то есть вот мы назовем примерно, чтобы вы знали, вот такой там бюджет дома вы имеете. Теперь вам как бы нужно этот бюджет дома грамотно распланировать. Все. При планировании работ на год, да, первым делом от нашего бюджета дома отнимаем 10% от общей собранной суммы на содержание жилого помещения. Это наша любимая управляющая организация, да, либо ТСЖ, ЖСК, да, которые берут на услуги управления, да, то есть вот, за то, что они нами управляют. Также не забываем утвердить желательно эти 10% на общем собрании, да, прописать это в протоколе, ну, либо желательно в договоре управления. Вот. Затем от нашего бюджета дома отнимаем основные договора, которые управляющая организация заключила для надлежащей эксплуатации и обслуживания этого дома. Первый договор, это договор с расчетом кассовым центром. Правильно, квитанцию же кто-то вам печатает, да, это договор у них, да, узнаете сколько процентов, да, допустим, по вашему дому, от 2-4 до 4 процентов, да, примерно, то есть отняли. Потом договор на техническое обслуживание и содержание лифтов, ну, и на страхование, если есть. То есть узнаете у вашей управляющей организации, да, а вы же запрашиваете договора с подрядчиками. Условия договоров и цену, они должны, вообще-то эту информацию они должны размещать на ГИС, ЖКХ. Ну, как правило, они размещают, хотя бы запросите у них. Вот. Смотрите, такая же ситуация. У вас, допустим, договор на обслуживание лифтов, и туда в договор входит аварийное обслуживание. То есть у вас лифтовой кнопка есть? Есть. У вас номер телефона есть? Есть, по которому вы в любое время, круглосуточно можете звонить. И такая же ситуация, как с аварийкой. Могут кто-то каждый день в лифте прыгать, да, или кабину шатать, а я слыхал вот так вот, да, как это кино, да. Либо ничего не происходит. Также они могут к вам приезжать раз в месяц, то есть раз, а могут вообще не приезжать, либо каждый день. Вот. То есть лифты смотрим. Потом договор на проведение дистанционных мероприятий, да, допустим, да. Смотрим, с кем у вас, как бы, заключен договор, да. Как я говорю, если с частником, да, то я, конечно, никого нет, но у вас здесь я все прописал, что у нас в городе есть частники, а есть вот краевая государственная, да, то есть есть. И мое мнение, что нужно заключать договор с государственной, либо муниципальной службой. У нас есть этот, но ни в коем случае не призываю, это только мое личное мнение, да, не будем нарушать закон о конкуренции, вот. Из ранее предоставленных отчетов вы видите, да, с кем у вас, как бы, заключен договор. И когда я был под управлением управляющей организацией, я, Кирова 42, Кутуза Светлана Михайловна, Котовского 9, Корпус 2, мы на собрании, когда годовое собрание проводили, мы включили этот вопрос, не хотим, чтобы нас частник обслуживали, мы хотим, чтобы вы заключили договор с ними, и все. И потом этот частник ходит и про нас распускает слухи, что Алексей хочет их убрать. Да, Алексей пытался с тобой навести взаимоотношения, когда их работники пришли, обслужили и ушли, а свет за собой не выключили. И тогда я звоню директору этой частной организации и говорю, говорю, ваши работники были, не выключили свет, давайте, чтобы такого не было, я на них жалобу как бы напишу, а вы их привлечете к ответственности. Я ничего не требовал, я просто хотел маленько наказать, чтобы был какой-то порядок, дисциплина. На что директор вот этой организации мне сказал, ничего подобного, не будем, они ходят, они должны с ЖЭО уходить, в ЖЭО должны следить. Я говорю, ну не было ЖЭО, они, видимо, ключи взяли, сами прошлись, свет не выключили. Нет, я говорю, ну давайте встретимся. То есть не захотел со мной встречаться с собственником, с хозяином дома, понимаете, не захотел. Говорит, у меня договор с управляющей организацией, ты кто такой там, председатель, то есть я с тобой даже не хочу. Да ради бога, не хочешь со мной общаться и не надо. Тогда мы на собрании принимаем решение отказаться от твоих услуг. Приняли, и управляющая организация должна была, обязана выполнить решение общего собрания, которое оформлено, установлено в законном порядке, все правильно, да, допустим, и отказались. Все. Так, образец примерного обращения в управляющую организацию о смене, да, у вас предложение 23.2. То есть открываем папку председателям, папку заявления, и там есть обращение заявления в управляющую организацию. Как часто бывает, управляющая организация отказывает по вашему заявлению, вы предоставите протокол собрания, да, заявление отказывается, говорит, мы не будем. Тогда у вас там приложение 23.3 есть, жалобу пишем, главное контрольное управление. Образец примерного жалоба у вас есть. Ну, договора с теплосетями и с горводоканалами, это ежегодно при осуществлении промывки, да, на прием воды и на сброс, да, какой-то договор, как бы, заключается. От вас просто надо знать, вам нужно знать, какую сумму, то есть какой объем воды и на какую сумму вы ежегодно тратите при промывке, потому что эта сумма включается в подготовку дома к отопительному периоду. Это надо знать. Потом договора с ресурсоснабжающими организацией на предоставление КРСОИ, то есть на ваши, есть они. То есть, ну, здесь легко считать, да, так как сейчас на вас это все раскидывают, то есть у нас есть норматив на КРСОИ, да, собственно, управляющая организация вам выставляет по нормативу, если счетчиков нету, то это норматив сняли, отдали ресурсикам. Если уже счетчики есть, то сверх норматив, они не отключают ваши дома, не видят протечек, да, не считают временно проживающих жителей, да, а просто на вас сейчас это все свешивают, и вы за это все платите. Зачем это сделали, я не понимаю. Я считаю преступным, это 92-е постановление правительства, которое дает право сверх норматив раскидывать на жителей. Раньше, я понимаю, управляющая организация была заинтересована Менсовой КРСОИ, потому что это деньги она брала с текущего ремонта, да, эти. То есть она, чем больше денег на доме будет, тем больше мы ремонтировать будем. И ей, как бы, ее же подрядчики осваивать деньги будут. А так как они ввели деньги раньше, не считали, говорю, любой дом. Ну, а сейчас вообще на вас это все повесили, и она, я уверен, не бегает за протечками, не уйдет, не понимает, зачем это сделано было. Ладно. Договор на аварийное обслуживание, то есть отнимаем, да, сразу же от нашего бюджета дома отняли. Вот управляющая организация вехта, рубль 82, допустим, на общую площадь дома, и еще на 12 месяцев, да, мы это умножаем, какая-то аварийка. Договор на химическую обработку деревьев. Блин, я его включил еще с СССРовские ГОСТы. Помните раньше? Ну, это обязательно было. Ну, каждый год ездила машина, опрыскивала деревья от наших жучков. Это раньше было обязательно. Сейчас эти нормы похерили. Ну, я еще вижу просто некоторые дворы в ССЖ, в Хабаровске. Я просто вижу в Хабаровске опрыскивать свои эти груши, яблони. От этих жучков. Договор с газовиками на обслуживание внутридомового газового оборудования. У кого газифицированы, глядите, то есть, сколько стоит договор. Вот. Договор на обслуживание общедомовых приборов у учета. Такая же ситуация. Запрашивайте у управляющей организации информацию, сколько стоит в год обслуживание счетчика, сколько мы тратим, чтобы отнять. Договор на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов. Сейчас это твердые коммунальные отходы. То есть, к этой услуге периодичностью вывоза нужно подходить очень внимательно. Для начала нужно понаблюдать, сколько, допустим, вывозится. Смотрите, я вам хочу здесь показать, у вас есть в папке председателей, в папке председателей есть отдельно папка «Твердые коммунальные отходы». Называется ТКО. Вот она, ТКО. Смотрите, я как-то вел лекцию, когда по лекции здесь вы можете открыть. Вот лекция есть «Твердые коммунальные отходы». Вот. То есть, чтобы разбираться в этих отходах, знаете, то есть, тема лекции, то есть, мы разбирали понятия твердые коммунальные отходы, то есть, нормативно-правовая база, нормативы и тарифы для твердых коммунальных отходов. То есть, вам желательно вот эту лекцию прочитать. Здесь мы понятия, что такое твердые коммунальные отходы, да, допустим, что это сейчас относится к коммунальным отходам, да, то есть, что такое коммунальные услуги, ну, что это, вернее, коммунальные отходы, относятся к коммунальные услуги. Вот. Что такое крупногабаритные, да, допустим, у нас есть постановление правительства Российской Федерации, то есть 1156, то есть здесь есть понятие, некоторые не знают, что такое относится к крупногабаритным отходам, знаете, некоторые говорят, когда свой строительный мусор скидывают на площадку после ремонта эти стены, это не крупногабаритный, крупногабаритный четко прописано, это твердый, то есть это мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и другое, то есть размер которых не позволяет осуществлять их складирование в контейнерах. То есть это восстановление, да? Да, то есть где у нас раскрывается, что такое крупногабаритные отходы? 154 статья, то есть плата за коммунальные отходы включает в себя, то есть у нас сказано обращение с твердыми коммунальными отходами. У нас нормативно-правовая база под твердым коммунальным отходам, это в первую очередь 89-й федеральный закон об отходах производства и потребления. Кстати, в этом федеральном законе сказано, что обязанность по сбору, утилизации коммунальных отходов лежит на собственнике этих отходов. Проще говоря, у нас ТСЖ, ЖСК, ну, либо управляющая организация, то есть вы же мусорите, проще говоря, у нас собственники мусорят, вот вы сейчас ТСЖ, вы мусорите, так как у вас ТСЖ, вы должны организовать место сбора, место, которое должно соответствовать контрольной площадке всем требованиям, да, и заключить договор со специализированной организацией на вывоз твердых коммунальных отходов. И, как правило, это сейчас региональный оператор. В Хабаровском крае он есть, но в Комсомольске на море пока его нету, у нас пока каждая управляющая организация сама. А у нас сейчас, сколько уже, уже год, отходы эти берет управляющая компания, то есть там... Ну, правильно, пока у нас регионального оператора нет, пока у нас отдельной квитанции нету от регионального оператора, это входит в плату за содержание жилого помещения. И вот у нас... А раньше такого не было, сейчас только включили. А раньше отдельно приходила платежка за отходы. А сейчас... А сейчас уже только... А у нас сейчас входит в общую, за содержание жилья, вот эту платежку. В Комсомольске на море мы сейчас платим за отходы, структуры, платы за содержание жилого помещения. Все. Пока регионального оператора в Комсомольске нету, как будет, так это. Вам еще для коммунальных отходов нужно будет вот это постановление правительства, то есть, 1156, это правило обращения с твердыми коммунальными отходами. Есть постановление правительства 505, правило коммерческого учета объема и массы твердых коммунальных отходов. Есть постановление правительства 354, да, это правило обращения, то есть, есть федеральный закон 176, да, о внесении изменений в жилищный кодекс, там некоторые нужны. То есть, жилищные коды, СанПИНы, смотрите, нормативы и тарифы на твердые коммунальные отходы. У нас есть приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства, который устанавливает нормативы, и у нас именно для жилых домов уже по Хабаровскому краю имеются, вот они, я вам установил для многоквартирного дома на одного проживающего, у нас установлено, к сожалению, на одного проживающего 22 квадрата, то есть либо в месяц, либо в год. Вот постановление комитета по ценам и тарифам, ну здесь я на 2019 год лекцию готовил, да, сейчас вы можете открыть постановление, то есть сайт наш краевого, то есть комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края, который устанавливает, да, то есть тарифы. Вот. Смотрите, порядок и правила оплаты твердых коммунальных отходов. Вот в силу части 7 статьи 155 жилищного кодекса, совское помещение, в котором не создана ТСЖ, ЖСК и так далее, и дом, который находится под управлением управляющей организации, обязаны вносить плату за содержание жилого помещения и за коммунальные услуги этой управляющей организации. Также напоминаю, да, что в соответствии с частью 4 статьи 154, да, то есть обращение с твердыми коммунальными отходами относится к коммунальные услуги, да, эта же норма содержится в постановлении правительства. Смотрите, что хотел сказать-то. У нас региональный оператор должен заключать договора на вывоз, да, то есть в многоквартирном доме, то есть, да, в котором нету ТСЖ, ЖСК с управляющей организацией. У нас по умолчанию, да, если это вывоз твердых коммунальных отходов, то это по умолчанию коммунальная услуга. И как мы знаем, да, как СССР, все хотят раньше платить в управляйку, а управляйка уже рассчитывается. И вы помните, мы на первом собрании, первом собрании в соответствии, то есть, собственно, принимали решение о заключении прямых договоров за коммунальные услуги, в том числе и с обращением твердыми коммунальными отходами. Все, мы это решение принимаем, желательно принять управляйки, эту обязанность скинуть. И пускай, то есть, каждому заключается договор напрямую. Это мы включили в собрание, я вам здесь об этом писал, да. Бывает то, что раньше люди принимали решение, раньше была часть 7.1 ст. 155 ЖК, она утратила свою силу, да, то есть, в которой было сказано, то есть, раньше была статья 7, ой, часть 7 ст. 155, где сказано, что собственники за все должны, в том числе за плату за коммунальные услуги, платить в управляющую организацию. За исключением случая предусмотрено частью 7.1 ст. 155 ЖК, где сказано, что собственники на основании решения могут принять решение о заключении прямых договоров. Теперь эта часть 7.1 утратила силу, появилась часть 4.4, ой, пункт 4.4, со скобками в части 2 ст. 144 ЖК, что собственники на собрании могут принять решение. Вот мы и принимаем. Но если люди ранее приняли решение на основании части 7.1 ст. 155 ЖК, проще говоря, у меня, наш многоквартирный дом, раньше, когда действовала часть 7.1 ст. 155 ЖК, мы ранее принимали решение о заключении прямых договоров. А потом, когда она утратила свою силу, появился пункт 4.4, часть 2 ст. 44 ЖК, допустим, но мы, управляющая организация, при смене способа управления многоквартирным домом, либо при смене другой управляющей организации, допустим, мы имеем право сохранить прежний порядок расчетов за коммунальные услуги. Прежний порядок у нас был на основании части 7.1 ст. 155 ЖК, прямые договора. И вот у нас есть о сохранении на основании пункта 3 части 1, ст. 157, части 2 ст. ЖК, и в соответствии со статьей 12.6 Федерального закона, то есть прежнего порядка. Можно сохранить прежний порядок, то есть если вы раньше принимали решение, но я думаю, таких домов мало, только мой единственный, по-моему, дом, и я только на своем доме это принимал решение. В основном, мы когда сейчас уже с вами проводим собрание, мы уже этот пункт, то есть мы принимаем решение на основании пункта 4.4, части 2 ст. 44, да, в заключении прямых договоров. То есть мало стало домов, которые раньше по старой системе, схеме заключали договора. Но я вам это скинул ради интереса. Смотрите, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. У нас это коснется, в ТСЖ вас тоже коснется. Когда у нас будет региональный оператор, не наступаем грабли Хабаровска. Потому что ко мне обратился этот дом одежды, еще многие частные предприниматели ко мне обратились после того, как им стали приходить огромные счета за твердые коммунальные отходы. Смотрите, у нас правило предоставления коммунальных услуг, есть типовой договор, типовой на вывоз твердых коммунальных отходов. Но у нас же личное законодательство дает право нам, чьи эти отходы, заключить свой договор с региональным оператором. И в этот договор включить все необходимые сведения, в том числе, как вы будете определять объем, какой объем. То есть, знаете, главное объем. Прописать определение объема. Вот правило предоставления коммунальных услуг, то есть правило заключения договоров между управляющими организациями и ресурсниками на КРСОИ, есть такое постановление правительства, 124-е порядок и правило заключения договоров на этот КРСОИ. И вот есть существенные условия договора. Что такое существенные условия? Еще понимаете, если в отношении существенных условий стороны не пришли к согласию, то договор может считаться незаключенным. А существенные условия – это определение цены договора, а объема. Главное – объема. Потому что от объема и цена договора. И вот, глядите, есть типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами. И видите, здесь объем твердых коммунальных отходов, места накопления, периодичность вывоза, то есть информация есть, то есть она определяется в договоре. Потребитель обязан обеспечить учет объема массы, это понятно, да, то есть обязан. Поэтому я вот на что хочу обратить внимание. Смотрите, у нас есть 505-е постановление, то есть коммерческий учет объема и массы твердых коммунальных отходов. И вот я вам тут таким селим, да, то есть. У нас, смотрите, коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществляется расчетным путем, исходя из норматива накопления твердых коммунальных отходов, выражаемых в количественных потребителях, объемах, а нормативы у нас устанавливаются наше министерство ЖКХ края, вот, из количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов и исходя из массы, вот. Так, из массы. Так, где я вам тут... Ну, еще вы должны назначить лицо, ответственно, для... Смотрите, к чему я хочу сказать. В вашем договоре, если, как в Хабаровске, вот, допустим, дом одежды, сидят на попе ровно, до того времени не стали заключать договор с региональным оператором, где определили объем, то есть, определили место сбора, что у них стоит, допустим, 6 контейнеров по 0,75 кузов, 0,75 куба, что будут вывозиться 2 раза в неделю, допустим, да, и они определили объем. То есть, они договором определили объем и пили... Отличность его вывоза. Если они этого не сделали, да, допустим, не определили, да, по контейнерам, да, то есть, количество и объема контейнеров, то есть, учет по контейнерам, да, и это в договоре, то им региональный оператор, как для некоммерческой, как для коммерческой организации, по нормативу, который министерство ЖКХ края, она ему выставила счет, то есть, взяла площадь их нежилых помещений, умножила на норматив тот, который для коммерческого, так сказать, да, учета, и им такой счет, они говорят, мы столько мусора не вывозим, а я им говорю, а вы что сидели на попе ровно, вы ждали, пока вам счета выдадут, да, вы должны были, руководствуясь 505, да, и всеми нормами закона, пойти к ним, заключить договор на конкретно, какой у вас объемы мусора вы производите, с какой периодичностью, то есть, это вы должны были объемы, главное, с ними определить, просидите на попе ровно, они вам по нормативу определят. Но они же подписались, и не типовой. По умолчанию, на основании конфлидентных действий, это коммунальная услуга, вы знаете, да, то, что у нас может договор быть заключен либо в письменной форме, желательно в письменной форме, предусмотреть все эти тонкости, нюансы, либо на основании конфлидентных действий, все, региональный оператор, есть, есть, обязан, обязан, как обязан платить, по нормативу, расчет есть, все, плати. Незнание законов не освобождает, просидел на попе ровно, прождал, не позаботился, да. Администрация нас будет иметь. Скорее всего, орган местного самоуправления должен будет сделать соответствующее письмо, заявление. Так, ну вывоз крупногабаритного, понятно, да, то есть он в соответствии с законодательством, то есть он должен быть раз в неделю хотя бы. Так, я вам что здесь накопление правительства? Вот, я, смотрите, как хотел вам практику, показал Москвы, там правильно. Вот у нас на одного человека, да, а здесь на один квадратный метр площади, потому что, а, площади, или, стойте, и у нас на, и у нас квадратный метр площади. То есть у нас, смотрите, может считаться норматив либо от площади, сейчас у нас от площади считается, либо от количества человек. Правильно будет считать от количества человек, потому что площадь, мусорят не площади, а жители. Вот у нас сейчас в Хабаровском крае, да, то есть норматив от площади. И это неправильно. Одна бабушка, проживающая в трехкомнатной квартире, получается платить региональному оператору больше, чем в одной комнате 6 хачапури жарят и мусорят. Это неправильно. Мусорят все-таки у нас и люди. Но мне так кажется, из-за того, что у нас не отработана схема по установлению временно проживающих, вы помните, что информацию региональному оператору для начисления платы необходимую, а в эту необходимую информацию входит в том числе и количество временно проживающих. У нас эту схему никто не отрабатывает, кроме управляющей организации места. И вот поэтому им проще считать с квадратных метров. Так, на что я хотел обратить еще внимание. А, ну мусор. Ну да, порядок перерасчета, он также предусмотрен правилами предоставления коммунальных услуг. То есть одни правила перерасчета. Сколько они вывезли, за столько не платим. Еще я вам сюда скинул правила, да, у нас требования к качеству коммунальных услуг, да. Плюс 5 градусов, да, и ниже, не реже одного раза в трое суток, да. А если плюс 5, да, то есть, то не реже одного раза. То есть при меньшее плюс 5 могут раз в три дня, при плюс 5 ежедневно вывозят, чтобы не застоялся. Ну а что нет? Так, я вам хотел... Так, нормативы у нас везде прописаны. Вот домовладения, я вам нормативы скинул. Они, вот, нашего Хабаровского края, они у вас здесь, папки тоже есть. По твердой коммунальной отходы. Так, я хотел обратить внимание, так, договор, договор, в том числе, крупногабаритный. Время содержания обязанных, региональный, кто имеет право. А, ну это типовой договор. Я вам тоже скинул, он есть. Так, на что? Тариф, соглашение, свод, правил. Ну, здесь вся нормативка. Ну-ка, вот нормативы по твердой коммунальной. А, норматив. В общем, кому будет интересно по твердой коммунальной отходы, откройте папку «Твердой коммунальной отходы» и прочитайте. Давайте следующее, у нас план работы и услуг. Отнимаем от нашего бюджета. Вы же помните, да, мы сперва рассчитали бюджет дома, да, потом от него потихоньку отнимаем. Вот. Раньше были хорошие ГОСТы, я вам старые правила привел, да, то есть раньше было, да, не реже одного раза в три дня, если при температуре до 14 градусов. То есть раньше чуть-чуть были другие требования. Нормы вывоза раньше были хорошие, мы раньше к ним хотя бы приравнивались. Ну, сейчас у нас есть уже другие нормы. Москва. А, многоквартирные дома. Вот у нас на одного проживающего норматив для нашего уже Хабаровского края, который установлен на одного проживающего 0,5. 197 квадратных метра, да, либо вот в килограммах в месяц, да, либо в год. И либо по общей площади жилых помещений, что у нас сейчас рассчитывается по общей площади. У нас 290 правил, еще сказано, да, то есть у нас незамедлительный вывоз сверхбытовых отходов при накоплении более 2,5 куба метра, да, на одной контейнерной площадке. Я вам об этом говорил, да. Если сверх, так, ну это требования. Требования к бытовым отходам. Так, теперь самое интересное. Работа, к которой нужно более внимательно обращать внимание, то есть, да, то есть договорно-компенсальное обслуживание жилищного фонда, да, который у вас сжил, что он себя включает, да, как я говорил. Уборка дворовой территории, уборка лечащих леток, вот у них есть дворник у уборщица, да, то есть механизированная уборка дворовой территории, то есть трактор по кострове, по кострове. То есть сюда, как правило, то есть в основном данные виды работы не выполняются в полном объеме. Сюда прячутся неучтенные денежные средства, собранные собственником. Я один раз отчет от управляющей организации гляжу, два отчета на одном многоквартирном доме проводим, да, и вот смотрите, стоит в отчете убираемая площадь. То есть у меня такое чувство, да, ну и оно не безосновательное, что они просто все наши деньги знают, да, сколько все, и просто они все расписывают. И до такой степени безграмотно расписывают. Я людям показываю на собрании, глядите, ваши два отчета, один отчет, места убираемых мест, вот общего польза у меня одна площадь, на следующий год она на 200 квадратов выросла. Я говорю, у вас что, клетки расширяются в подъезде? У вас появились где леченые клетки лишние? То есть, чтобы вот это урегулировать, запрашивать информацию, то есть, да, то есть сколько у вас, сколько платят на эту услугу, да, допустим. В маленьких многоквартирных домах, да, так как мы, в маленьких домах отказываются собственники от этой услуги, они убираются самостоятельно, да. Ну да, есть такие у нас, есть Кирова 42, они планом работ решили, будем убираться сами, график повесили, ну и какие-то деньги экономят. Обслуживание инженерной коммуникации, ремонт теплового контура, подготовка дома к зиме, да, у управляющих организаций есть такой план, такой, да, то есть. Это еще одна статья, да, куда управляющая организация, предположительно, прячет неучченные денежные средства. Если посмотреть предоставленные отчеты, мы видим, как их, они приписывают различные работы, да, тем самым списывая денежные средства собственников, да. Чтобы осуществлять контроль за данным пунктом, нужно, чтобы ключи от продавального помещения были только у председателя совета. И еще у кого-нибудь, о чем мы не забываем делать соответствующую надпись на двери в подвал, да. И, конечно же, самим постоянно принимать данные работы, вот. И эти работы отмечать, то есть нужно, чтобы у вас, у председателя, был контроль, чтобы они никакие работы дополнительные не выполняли, да, допустим, как у меня. Я взял когда-то свое время, забрал у них все ключи, хотя у них обязаны быть ключи, говорю, нет, все лишь только через меня, либо вот у нас есть члены правления кооператива, да, у них та же ключи, приходите, чтобы ни одну работу без нас вы там не приписали. За мусоропроводом такая же ситуация, смотрим, как они его убирают. Смотрите, про мусоропровод. Я вам включил в повестку вопрос, да, допустим, об обсуждении надобности мусоропровода в вашем доме и принятии соответствующего решения. Как я всегда говорил, мусоропровод – это рассадник мусора, вони и занимает помещение, помещение, да, хорошее помещение, то есть, которое вы можете использовать. Я всегда говорил, лучше отказаться от мусоропровода. Людям на собрании объяснить преимущества. Во-первых, улучшится санитарное содержание, во-вторых, освободятся места для всяких ваших великов, колясочных и инвентаря и все такое. И третье, уменьшится размер платы за содержание жилого помещения. И вот на Кирова-26 я говорил, да, допустим, шум, гамм, одни против, другие нет. Тогда мы вынесли на собрание, да, допустим, этот вопрос путем бюллетеней для каждого. Вот там вопрос, допустим, да, либо за, либо против. Если за, то завариваем мусоропроводы, строим контейнерную площадку, с такого-то числа начинаем выкидывать. Все. Ну, вам 15 метров можно, закрытую, укрытую. Как съездите на Мира-10, посмотрите, какая у них контейнерная площадка. Маленькая, закрытая, аккуратненькая. Мы сейчас к этому и приходим. Не надо устраивать свалку вот эти открытые мусоросборники, да. Сейчас красивые контейнеры, сейчас и раздельные мусоры везде применяются. А контейнерную площадку надо организовывать, это или нет, да? Ну да, по всем правилам. А где это? А? Смотрите, у вас папка, да, твердые коммунальные отходы. Организация мест контейнерной площадки у вас есть. Где-то здесь все есть. Лекция была уже. Была лекция, да, организация контейнерной площадки. Где-то у вас здесь есть. Ладно, давайте следующее. То есть мы от мусорокамеры, если есть, мы от него отказались. Вывоз? Не понял. Не реально. Там 5 метров дорога, все, я только забыл. Все. Ну тогда будете жить с этим мусоропроводом. Тратите деньги на его промывку, пробивание постоянное, что засоряется. Организовать. Ладно, крупногабаритный мусор мы также считаем, отнимаем, запрашиваем предоставить. Организации сколько примерно. Раньше слонпины, ГОСТы были, которые четко прописывали, они хотя бы раньше учитывали то, что крупногабаритный мусор берется из расчета 5% от общего объема твердокоммунальных отходов. То есть раньше было. Сейчас ни в одном нормативно-правовом акте крупногабаритный мусор, чтобы как-то его рассчитать, не указано. Просим управляющую организацию. И глядите, еще хороший мой вопрос, это действующие нормативно-правовые акты, то есть ГОСКО бы действующий. На контейнерах должны быть реквизиты владельца контейнера. Когда мы мусорку проходим, мы видим, на контейнерах напишем, там ремстрой какой-то, ремстрой нет. А пройдете управляющей организацией ВЕСТа, допустим, по контейнерной площадке, на Кирово 26 пройдете, на контейнере четко написано улица Кирово, дом 26. На Краснофлорской 20, корпус 3, там ЖСК 24, там написано ЖСК 24. На контейнерах должно быть, видите, должны быть реквизиты владельца контейнера. Кто является владельцем контейнера? Контейнер относится к общему имуществу? Он обладает всеми признаками общего имущества, обслуживает более одной квартиры. Все, соответственно, на контейнере должно стоять номер дома. И еще, видите, хорошее требование, мой любимый также вопрос, на основании чего и при наличии чего, управляющая организация имеет право списывать деньги с лицевого счета многоквартирного дома за вывоз и утилизацию твердых комбинарных отходов. Здесь сказано, что списание денег с лицевого дома многоквартирного, то есть производится только на основании и при наличии у исполнителя оформленных и подписанных актов выполненных работ. То есть, да, у нас как списание денег с лицевого счета за текущий ремонт на основании актов выполненных работ, то и также и вывоз мусора, когда вы можете спросить у своей управляющей организации, а вы списываете деньги с лицевого счета на основании акта выполненных работ, а кто имеет право подписывать акт выполненных работ? Председатель, только на основании выданной доверенности. И вот я вам говорю, как у нас, как, допустим, управляющая организация ВЕСТа это проходит. Допустим, у нас каждый дворник, либо член совета, председатель. Понятно, каждый день мы не сможем. Но на первом этапе, хотя бы месяца два-три, какие-то периоды, каждый день, как бы нужно, хотя бы объем, чтобы определить ежемесячно какой, а потом уже просто включаем. Вывоз твердых коммунальных отходов. Чтобы знать, потому что вы помните, если температура воздуха плюс 5 градусов и выше, то вывоз производится ежедневно, чтобы не воняло. Вот. Так. То есть, после того, как от бюджета дома... Меньше, да. А, вы комментируете? Твердые коммунальные отходы, да. После того, как от бюджета дома отняли основные работы и услуги, на оставшие денежные средства планируем работы на предшествующий год. При составлении плана работы и услуг не забываем про повышение тарифа, да. То есть, у нас же тариф еще может повыситься, да. То есть, неважно, как он повышается, главное, как он расходуется. Составлять планы работы и услуг нужно таким вот образом, чтобы у вас еще оставались деньги на какие-то предвиденные ситуации, да. То есть, не оставляем без внимания денежные средства арендаторов. Если, дай бог, вам управляющая арендация сказала, да, сколько у вас дополнительных денег, то вы их также можете планировать, вот. Смотрите, я вам хочу рассказать быструю практику на следующем занятии, быструю практику управляющей организации Веста. Я когда взялся управлять, мы создали управляющую организацию, да, то есть, я начал, понятно, со своего многоквартирного дома. Рассчитал, у меня хороший дом, хорошо платят, то есть, ни платильщиков мало, да, то есть, я как бы распланировал, да, то есть, свой план работ, отнял от бюджета дома основные договора, у меня остались деньги на текущий ремонт, и вот я, допустим, запланировал урны, козырьки, да, то есть, какие-то работы. Но мы берем жилищный фонд, я вам говорю, не новый, не на гарантии, а с изрядной и наносившимися инженерными коммуникациями, да. И вот вы не знаете, что завтра произойдет, а у меня раз, и розлив холодной воды лопнул. Ну, розлив, 86 тысяч, и вы, да, положено. Я говорю, люди ходили без этих урн, без этих козырьков по обшарфанному подъезду, еще и будут ходить, а лопнет что-то, понимаете? Все, мы должны будем взять. И я, как всегда, я предлагаю, как делает управляющая организация Веста. При планировании плана работы и услуг на год, включаем годовой план работы и услуг. Основные договора, которые управляющая организация заключила, да, для надлежащей эксплуатации жилищного фонда, это расчетно-кассовый центр, это аварийка, это мусор, да, примерно объем, мы знаем, это уборка дворовой территории, лестничных клеток, да, если газовики, если лифты с ними договора, то есть включаем основные договора. А текущий ремонт осуществляем по решению Совета многоквартирного дома. Мы же наделили Совет дома полномочиями. Аварийные заявки выполняются немедленно, это ясно, да, то есть мы включаем, не включаем, если труба лопнула, мы ее ремонтируем обязаны. Вот. А текущий ремонт по решению Совета дома, так как мы еще не знаем, сколько у нас арендаторов, правильно, мы не знаем. И вам, если управляющая организация от вас эту информацию скрывает, не предоставляет, вы ничего не знаете, то вы хотя бы составьте свой годовой план работы и услуг просто общими фразами, что вы включаете основные договора, а текущий ремонт вы будете осуществлять по решению Совета дома, да. И вот у нас каждый Совет дома, да, смотрит, то есть, понятно, контролирует деньги, да, и смотрит, какие работы включены, какие нет, да. И вот я вам здесь быстро хочу показать, то есть, как мы годовые планы работ, вот сканы протоколов, нет, вот он, планы работ, допустим, Кирова 26, да, то есть, как он выглядит, сам протокол, да, допустим, видите, протокол годового общего собрания, это годовое, у нас либо бывает внеочередное, либо годовое, годовое это обязательное, да, допустим, должно быть. Вот они, наш протокол, повестка собрания, большая, председателя избрали, секретаря избрали, избрание листов, почет голосов, да, о переизбрании Совета, о чем я вам и говорил, на каждом доме мы переизбрали Совет в три человека, да, потому что те советы, которые создаются при смене управляющей организации, оказываются в этом совете не те люди, которые готовы принять участие в управлении домом, а готовы дружить, против кого-то дружить, жаловаться, то есть, это не те. Так, об переизбрании председателя, переизбрали, о снижении там для арендаторов, один арендатор хотел снизить размер платы, мы это на решение собрания вынесли, собрание сказал, а не будем. И вот, седьмой вопрос, о утверждении плана работы услуг на 22-й год, то есть, оно у нас идет в виде приложения, договор управления в новой редакции, мы утвердили, и вот, смотрите, я вам покажу обязательные приложения к протоколу, первый, это акт о размещении сообщения, да, настоящий акт составленный на том, что по адресу на Кир-26 на досках объявления такое сообщение, то есть, подписи комиссии, само объявление сообщения, да, по инициативе управляющей организации, то есть, у нас в управляющей организации ВЕСТа годовые собрания проводит управляющая организация, мы знаем, да, что управляющая организация имеет право проводить собрание с повесткой, с любой повесткой, которая дана решению, то есть, общему собранию, то есть, любые, все, мы годовое провели, второе, это само объявление, третье приложение, обязательно, это реестр, всех собственников, видите, каждая страница заверяется, приложение, это реестр, следующее приложение, обязательное к протоколу, которое должно быть, это присутствующие лица, принявшие собрание, так как у нас очная форма собрания, соответственно, вот этими подписями, они и говорят, что кворум был, да, на собрании, вот у нас все были, все пришли, все проголосовали, вот, следующее обязательное приложение к протоколу, приглашенные лица, это обязательно должно быть, если никого не было, то, понятно, никого не вписано, вот у нас здесь был генеральный директор, приглашали на собрание, и управляет, ну, и заместителя генерального, который цель, да, в собрании, да, ответы на вопросы участников собрания, вот, ну, это приложение к протоколу, это у нас в импелком, Билайновская вышка, просила уменьшить размер платы, мы, понятно, приложили, и вот он, план работ, приложение номер 7, сам план работ, такой надвиг, мы его здесь, как я и говорил, включаем основные договора, основные, также оплата председателю здесь включается, есть, я вам, глядите, в папке председателя есть планы работ и отчеты, откройте здесь, здесь есть вот план работ, который хорошо, как вы видите, примерно, да, план работ, что мы сюда включили только основные договора, ну, если где-то что-то они еще там считают, если, то включат, и сюда в план работ, смотрите, вот услуги аварийные, а, ну, услуги работы по управлению многоквартирного дома, мы 10% берем, работа с арендаторами общего имущества, здесь мы также берем 10%, и видите, здесь вознаграждение председателю Совета многоквартирного дома на основании протокола, на решение о собрании, вот, 5%, да, и у нас тут председатель в год, сразу говорю, в год, получается 79 тысяч, да, некоторые на собрании говорят, о, 79, я говорю, да, это в год, если честно, 5% она получает, нормально, ну, там где-то 6 центов в месяц, 6 тысяч, ну, да, общая площадь, ну, вот здесь вы глянете для себя, как здесь план работ примерно составляется, еще ради интереса, я вам здесь сейчас кинул отчет от управляющей организации, также я взял свой дом, и взял Кирова 26, а вот отчет уже, отчет по факту, здесь уже много-много-много работ, которые мы уже сделали, и ремонт окон, и там установка, там, шпингалетов, и всего-всего, то есть все эти работы, которые были, они у нас в отчет включаются, и арендаторы, и все, давайте быстро, по плану работ, все вам понятно, да, то есть смотрите, для чего еще важно, запомните эту важную мысль, глядите, для чего важно вам, как ТСЖ, управляющим организацией, утверждать годовой план работы и уступ на следующий год, чтоб не было такого, как у меня, у меня на Комсомольской 76, корпус 2, женщина написала жалобы, да, что на окнах нету шпингалетов, в законе прописано шпингалеты, а тут нету, все, и мы выполнили ее, ладно, нам жилищная инспекция предписание сделала, вот, обязаны быть, и тогда мы встретились с жилищной инспекцией, со всеми встретились, да, взяли практику вот этого, Станпина, который в марте 22 года вступил, который обязывает, то есть прописано обязаны ежедневно мы, да, и то есть здесь мы, изучив все, применив все требования жилищного законодательства, требования жилищного кода, всех норм и правил, да, с 391-го постановления, смотрите, можно не исполнять хотелку, как я говорил, я раньше, я вот так же использовался, чтобы привести ваш дом какой-то в надлежащий вид, мы постоянно писали жалобы, да, то есть в каждом доме есть такой человек, который пишет жалобы, что окошки не засеклены, то есть какие-то жалобы пишут, какие-то как бы нарушения, и жилищная инспекция предписание делает, все, предприятие организация обязана исполнить это предписание, что-то сделать, то есть мы таким людям были благодарны, и сейчас в наше время, при нашей модели управления, где есть совет дома, председатель дома, где совету даны полномочия принимать решение о текущем ремонте, да, где проводятся годовые собрания, да, допустим, и вот здесь жительница, то есть мы с жилищной инспекцией пришли к выводу, что если на доме, установленном законом порядке, проведено годовое общее собрание, на котором утвержден перечень работы и услуг, да, то есть определен вот тот необходимый перечень мероприятий, то мы заявку жителя помещения на текущий ремонт можем не исполнять, если это не аварийная ситуация, не страдает имущество, да, ее, нет угрозы жизни, здоровью ее, да, и национальным ценностям, это не аварийная ситуация, да, нет угрозы жизни, здоровью, не страдает имущество, да, нет угрозы национальным ценностям, да, то есть это текущий ремонт, а текущий ремонт, то есть ее заявка, она делается либо в составе годового плана работы и услуг, который утверждается решением общего собрания, и то есть не может один человек своими заявками влечь в бюджет дома. Тогда смысл, мы с вами составляем годовой план работы и услуг. Если один человек откроет всех гос. и СНПИН, увидит 10 несоответствий, а их миллион, правильно, на каждом доме, и будет писать жалобы, тогда просто получается, что мы в приоритет ставим хотелки одного человека, чем решение общего собрания. У нас текущий ремонт делается либо в составе годового плана работы и услуг, либо по решению совета дома. И мы этому жителю ответили, вступайте в переговор с советом дома, совет дома, если примет решение, что ваши работы, которые вы хотите, их необходимо, он вступит в переговоры с управленджанной организацией, мы найдем дополнительные средства и включим, то есть, ну, сделаем, да? То есть, просто хотелку, чтобы по рукам этим хотелкам ударять, нужно годовой план работы и услуг, утвержденный решением общего собрания. Если он есть, то управляющая организация на эти хотелки, которые другие, может, не реагирует. Только если это не аварийная ситуация и не страдает имущество и все это. Все, и давайте еще быстренько, буквально две минуты. У нас еще, так как план работы и услуг, да, у нас еще есть и капитальные деньги, на капитальный ремонт. Раньше, то есть, с 2012 года, то есть, это обязанность, то есть, это не право обязанность. Раньше это не была обязанность собирать деньги на капитальный ремонт, мы платили по желанию. Какая-то управляющая организация собирала деньги на капитальный ремонт, какая-то нет. Все, теперь это обязанность, да, то есть, у нас есть фонд регионального оператора, да, куда мы обязаны это платить. Вот. Но у нас еще, знаете, с 1 января 2015 года у нас обладательного специального счета может быть управляющая организация, ТСЖ, там, ЖСК, да, допустим, которые также могут быть. Я знаю, у нас некоторые управляющие организации создали специальный счет, и деньги выставляют, то есть, счет за капитальный ремонт. И вы их туда платите. То есть, если вы управляющую организацию платите, то вы можете планировать с ними свои какие-то работы по капремонту. Если же вы платите региональному оператору, да, то у нас порядок и правила планирования капремонта четко, законно предусмотрены. Сперва на уровне управляющих организаций они советами домов якобы проводят осмотр, составляют планы, передают в администрацию. Администрация краткосрочный план составляет, передает в Хабаровск, где формируется программа уже капремонта. И вот самое большое, что я вам хотел сказать, да, по капремонту, чтобы без вашего участия ничего не сделали. Вы же помните, да, когда у нас ЖК был дополнил капитальным ремонтом, да, в соответствии со 167 статьей ЖК, субъекты Российской Федерации должны были издать нормативно-правую базу, которая обеспечивает своевременное и полное проведение капремонтов. И вот когда мы ждали, сидели, ждали, когда же наша правительство Хабаровского края издаст эту нормативно-правую базу, вот она ее и издала. И было постановление правительства порядок и правила проведения мониторинга многоквартирных домов. Любой ремонт начинается с чего? С осмотра. И вот был прописан порядок и правила проведения этих осмотров многоквартирных домов. И когда я прочитал, я увидел, что в Хабаровском крае массово нарушаются установленные законом права интересов граждан. Нас с вами исключили в осуществлении наших прав при проведении осмотра определения объема составления сметы. Ну, сейчас сметы они там составляют у нас с того года, забрали это право управляющих организаций. Но главное, наше право убрали. И получалось как? Управляющая организация приходит на многоквартирный дом и говорит, мы вам, вот вам протокол собрания, идите, распишитесь, да, все соберите подпись, мы будем вам кровлю, либо швы делать, либо еще что-то. То есть огромный объем работ, вдох на 10 лет вам, председатель, такие глаза, откуда взялся этот объем, если я не принимал участие в осмотре и везде-везде. Я вам здесь нормативную правовую базу скинул, да, по капитальному ремонту, что у нас есть ГОСТы, СНИПы, Санкт-ПИНы, да, где везде сказано, что с вами должны осмотры проводиться, определяться объем, все. Но наше правительство Края решило вас не обеспечить, участие вас. И тогда мы, наш совет председателей, да, допустим, бился 5 лет, писали во все инстанции. Здесь нам везде отвечали то, что все нормально, все хорошо, это постановление не нарушает установленное законодательством права и интересы собственного помещения в многоквартирном доме. Администрация это нам ответила в 2015 году. Ну, мы долго ввели перебиску со всеми, да, до тех пор. С какого года они запранили Края, 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 Края? Так, 25 декабря 2012 года жилищный кодекс дополнен разделом капитальный ремонт. Какие деньги у нас забрали? В 2012 году, да? То есть в 2012 году в декабре жилищный кодекс дополнен капремонтом, да. Потом у нас на протяжении 2013 года у нас правительство субъектов, всех, и в том числе, в Края, разрабатывало нормативно-правовую базу, то есть вот это порядок и правил проведения домов. И вот и было восстановление правительства, да, нашего Хабаровского края. В общем, в 2013 году, 8 октября 2013 года было восстановление правительства Хабаровского края, порядок проведения мониторингового технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Хабаровского края. Вот в этом порядке мониторинга нас с вами не было. Без нашего участия планировали работы и по той цене, которая нас не устраивала. Мы бились во все инстанции, нас никто не слышал, отписки нам давали до тех пор, пока я, как эксперт по вопросам ЖКХ, был региональным отделением, на тот момент регионального отделения Общероссийского народного фронта, да, эксперт по вопросам ЖКХ, и был огромный вебинар общероссийский по поводу капремонта. Я от Хабаровского края там выступал. Я обратил на это внимание, потому что в Хабаровском крае массово нарушаются права и интересы граждан при проведении капремонта. А именно нас исключили от участия в осмотре, от принятия объема, от составления сметы, оставили только в конце, в задней части приемка выполненных работ. Ёлки-палки, а начало без нас. А коррупция, природа коррупции появляется тогда, когда теряется контроль. А если нас еще умышленно отсюда убрали, то вот она прямо прямая коррупция, по нашему мнению. И тогда мы обратились, допустим, к Путину, да, мы взяли председателя Совета дома, да, с такой гибкой документов перепиской. А, вернее, когда я вебинаре в Москве объяснил в Хабаровском крае то, что массово нарушаются, когда мне с Москвы, есть на Общероссийском народном фронте специально в портале эта запись, там вся эта переписка, когда нам с Москвы сказали, да, действительно, в Хабаровском крае нарушаются, подтверждают, тогда мы заручились этим ответом с Москвы, с Общероссийского фронта, берем председателя Селезневого, Татьяну Ивановну, Ивановну, Михаилу, не помню, извиняюсь, интернациональный 27 председателя, отправляем ее в Москву, в приемную к президенту, и только после этого, вот мы президенту написали большое письмо, президент нам дал ответ, именно, ну, мне, как бы, Силакова, я вот от себя, да, писала, да, где он написал с целью учета мнения всех собственных жилых помещений при решении вопроса о проведении капитального ремонта многоквартирного дома постановлением правительства Хабаровского края какого-то, то есть в порядок внесены соответствующие изменения, да, и действительно наш шпорт, да, шпорт, вот, есть постановление, да, который шпорт в 17-м году, да, вносит изменения, да, в это постановление, но вносит хитрые изменения, прописывает по согласованию, то есть участие ваших по согласованию, да, и тогда мы в 18-м году, да, в 18-м году наш совет председателей многоквартирных домов созывается на повещание, где мы говорим, да, то, что порядок и правила согласования с собственниками помещений либо полномоченными лицами ни на федеральном, ни на краевом, ни на местном уровне не урегулировано, нету порядка, как он будет, звонить, кому звонить, когда, какие сроки, то есть нету, да, мы их попросили издать нормативно-права, нам все понятно, что ответили, и тогда мы придумали вот это в первое собрание об определении лица, вы помните, в первое собрание мы включали такой вопрос, об определении лица, который от имени совского помещения уполномочен на проведение комиссионного осмотра, перед проведением капремонта, то есть, да, и мы эту выписку из протокола направляем в органы местного самоуправления, то есть, они когда получают, то есть, они теперь знают, когда ваш дом будет включен в программу, и на вашем доме будет осуществляться осмотр, да, то есть, перед тем, как планировать работать, они обязаны будут кого-то пригласить, а пригласить председателя совета дома, все, мы этот вопрос уже с краем урегулировали, ответ с края есть, то есть, говорит, Алексей, вот хотя бы вот эта схема, которую вы придумали, она рабочая, хорошая, это так вот делаем, и в следующий раз, когда на доме будет капремонт, обязательно приглашаем председателя, Вот, ну это коротко по капремонту Ну все, на сегодня лекция закончена Если что не понятно Да, у нас еще две будет Мы еще разобьем, да, на вторник и на четверг